Привет, ребятки! Всем привет! У нас в гостях сегодня Ольга. Я повторю опять, что она пениоза. Она опять пениоза. Она не поменяла до сих пор ничего. Стабильность. Да-да-да. Мы не из тех, кто сегодня говорит одно, а завтра другое. И сегодня мы будем готовить удивительный рецепт. Просто он сногсшибательный. Я пять минут назад узнал, что это такое. Оля рассказала мне. Успех любой домашней хозяйки, и не только домашней. Покероут – это черный пояс. Рокероут – это вот те трясучие дороги, которыми описывается происхождение продукта. Как это произошло? Есть такая легенда, что когда-то в Австралию доставляли пароходами кондитерские изделия. Печенье, конфеты, ну, все, что ехало. Ну, и в связи с тем, что было далеко, не очень комфортно доставлять, в итоге это все мероприятие приходило в такой не очень ликвидный вид. То есть оно разваливалось, ломалось. Чтобы не выкидывать, так как на вкус все было хорошее, решили растапливать шоколад и засыпать туда все эти обломки. Шоколад выливался на ровную поверхность, и получалась такая новая плитка нового продукта. Стал пользоваться огромным успехом. Это вот такая, это еще такой подарок для тех, кто к Новому году не знает, что подарить. Да, можно же прям вылить, остудить, наломать, сложить в коробку, бантик сверху, все, идеал. Новый год, ребят, уже не загорали. Что нам нужно? Как правило, все, что под рукой. То есть в нашем случае это воздушная гречка, интересная текстура будет, вот такая, да, подзожный продукт. Орехи, у нас будет фундук и семечки. Всеобразные были орехи. Печенье, любимая большевичка. Можно сделать самому печенье. Красная история. Мы взяли белый шоколад. Шоколад может быть любым, абсолютно любым. Думаю, подозреваю, что раньше у них и не было белого, поэтому это у нас такой современный вариант. Шоколад нам нужно растопить. А, еще я очень люблю, когда есть клюква, вяленая, вишня или мармелад. Вернее, не я, сын любит. То есть вариантов нет. Мы пока растопим шоколад. Я отдаю работу с огненными приборами. В грубые, мужественные руки. Растапливать шоколад мы будем на водяной бане. Вы можете воспользоваться СВЧ. А микроволновка, это прям прекрасная история для того, чтобы растопить. Но вдруг нет микроволновки или вы боретесь с ним. Такое же тоже может быть. Поэтому ставим шоколад. Снижаем кипение. Кипение не должно быть сильно активным, потому что шоколад на самом деле для того, чтобы начать топиться, достаточно 32 градусов. Все. Он уже начинает варить. Вода просто горячая должна быть на ощупь, и все. И шоколад начинает плавиться. Шоколаду не нужно, чтобы его варили, кипятили. И как только шоколад начнет там у нас образовывать лужицу, мы начнем его перемешивать. Голубой лопаточкой с оттяжечкой. Такая профессиональная. Она такая, да, хорошая. Ну ладно, а то я опять за свое. Да, это же итальянская меренга, которая сверху на лимонном тарте. Это же идеальная история, кстати. Это оказывается по опросам. Тарт лимонный с меренгой, это один из самых востребованных продуктов. Так, а почему бы нам его не приготовить, этот тарт-то? Интересно. Ребятки, ну придется поклянчить, конечно. 5 тысяч лайков и лимонный тарт с итальянскими меренгами с использованием коробки пытки у нас на канале. 5 тысяч. Дети любят, мужчины любят, женщины обожают. Редкий случай. Вообще уникальный продукт. Шоколад начинает течь. Нет, не перемешиваем шоколад до той поры, пока не растопилась треть его. Почему? Ну это не имеет смысла, во-первых. Во-вторых, перемешивание шоколада – это воздействие на него с целью стабилизации. Называется темперирование. А это мое. Хорошо, вот кондитер. Вот у этих поваров, у кулинаров, которые готовят, у них там вечно трава, картошка, морковка, огурцы, мясо лежит там. А тут раз, все, и все чистая курочка. Может быть по-всякому. Да. Не, ну я понимаю, но все равно кондитер, ингредиенты, они приятные. У нас растопилось, мы можем снимать. Кусочки шоколада, которые не растопились, они уже дойдут при общей температуре. Его нужно снять сейчас с нагрева. Обязательно, вот тут прям нужно быть профессионалом, чтобы не ошпариться. Сюда мы добавим растительное масло. Шоколад благодаря этому будет более, будет помягче, благодаря растительному маслу. Теперь нужно перемешать, чтобы восстановилась прям эмульсия, чтобы у нас масла не было отдельно. Сейчас мы все это сделаем. Прям хорошенечко перемешиваем. Я же знаю, что вам нужен подручный краник. Ну вообще, я прям не справляюсь. Для грубых работ. Для точных работ. Точных и очень деликатных. Орехи дробить, например, надо же вам. Конечно. Нам не только орехи дробить, перемешать шоколад. Перемешивать. Перемешивать его в эмульсию, это прям отдельное качество. Мало кто умеет. Да. Шоколатье платят деньги только за то, что они эмульсию разводят. Ничего другого. Больше ничего. Вообще прекрасно. Вот он какой. Как будто масло не вводили. Да. Теперь мне кажется, нам понадобится миска покрупнее, чем вот это. Потому что нам нужно будет туда высыпать все наши ингредиенты. Я уже такая полностью отдала все в руки. А что ты не выливаешь что-то? Со стенок все забираем. Сейчас. Оно само пока. Не знаю. Вот мне кондитерка ближе. Я сто раз вам говорил. Зовете каких-то там поварюк вечно. То дадут мне рыбу чистить там какую-то, то картошку какую-то. Никакой эстетики. Никакой. А тут вот. Все. Это же дело в моей жизни. Тонко-звонко. Конечно. Главное чисто практически. Да. Ну, немножко осталось. Ну, ладно. Ну, ничего страшного, я думаю. Да. Теперь можем смело высыпать сюда наши ингредиенты, которые мы заранее приготовили. То есть, еще раз, может быть все, что угодно. Да, орехи могут быть любые. Мы взяли семечки. Какие вам нравятся, ребята? Я сразу все высыпаю. Печенье может быть. Любое песочное печенье, там шоколадное. И криспи какие угодно тоже могут быть. Да, и любые криспи вообще идеально. То есть, это может быть, вдруг у вас есть сублимированная малина, там, я не знаю, там еще что-то. Конечно, есть. У кого же нету сублимированной малины? И это просто сейчас нам нужно эту массу объединить, чтобы она была просто в общем вся одна вселенная. Да. Так, а потом-то мы что с ней делаем? Потом мы ее выложим на пергамент под рамку, но у нас еще ждет мармелад, который тоже нам нужно будет сюда вмешать. Вмеси. Смотрите, ребята, что это получается. Какой тут объем вот этих всех наполнителей, он гораздо больше, чем объем шоколада. В этом все суть. Шоколад должен только это собрать. Связывать как-то это все. Много шоколада быть не должно. То есть мы должны, когда едим, чувствовать вот всех, кто там... То есть это не тот шоколад, который, ребята, не плитка, которую вы привыкли есть с редкими вкраплениями там фундука или чего-то. Нет, здесь все дорого-богато. Тут наоборот, да. Тут смысл не в шоколаде. Вот, и уже кусочки мармелада мы можем бросать туда, потому что у нас уже масса остывает. Нам нужно быстренько это все перемешивать. Даже тот мармелад, который немножко подтает, это тоже будет хорошо, потому что у нас снова здесь появится новая фруктура. Чем мы лучше перемешиваем, тем быстрее это остывает, кстати, ребята. Да, да, да. И чем раньше мы потом распределим, тем быстрее мы будем к нашему задуманному результату приближаться. Приятно с коллегой общаться всегда. Общие души, да? Какие? Да, да, я мешаю, потому что он начинает подстывать. Да, перекладываем, да, перекладываем и распределяем по рамке. Уже выглядит хорошо, уже можно так прям оставлять, просто потом это плохо ломать. Причем его не обязательно по рамке поверху уравнять, да, главное вот сейчас распределить его по объему рамки, по площади вернее. То есть сверху он может быть... Да, он сверху будет такой же, как Рокки Роуд, каменистая дорога, как раз наша история. Вот здесь, вот, все прекрасно. Почти. Ну, почти готов, да. Почти идеально, да. Он такой прям очень, тоже моему сыну был ландшафт, понравился. Да, отлично, все. Все, теперь в холодильник, буквально до застывания. Все, с тем парнем все. Главное ведь человека занять. Ну что, начинаем? Он застыл, теперь его нужно вырезать из рамки. Если он будет в силиконовой форме, то он просто сам выскочит, а тут немножко нужно ему помочь. Ну да, мы немножечко ему поможем. У нас такая большая плитка шикарная. Счастье на все времена. Много орехов, много цукатов, может быть. Да, кстати, цукаты, да, хорошая идея. Да, и мало шоколада. Это прям идеальное, да. И мало шоколада. Очень бюджетно, может быть. Так, сейчас мы попробуем. Нет. Нет, в обратную сторону, я думаю, перевернуть. Он вываливается, вываливается, вываливается. Ну, в этот момент его можно уже ломать, как хочется, да? То есть он не обязан быть какой-то плиткой. Ну да, слушай, ну это прям произведение. На самом деле это такая хорошая штука. А резать можно на какие части? По-всякому. Ну. Вот как хочется. Какой кусочек хочется. А вот честно, вот так хочется. Вот да, вот так вот просто. И чем ярче будут у нас там кусочки, тем он будет цветастее. Тем лучше, да. Такой печьворк. А я не могу долго ждать. Прямо в мозг. Идеальная шоколадка. Я вкуснее не ел, реально. Очень вкусная штука. И здорово, что шоколад у нас белый. Почему? Потому что, ну не знаю, вот мне кажется, что темный, он какую-то горчинку даст. А тут вообще ничего. Тут просто счастье такое. Ну, темный шоколад, наверное, можно с чем-то любить. Поглощаешь? Да, с каким-то кислым. Может быть, клюкву. Клюкву, может быть, какого-нибудь перца накидать, сейчас же модно. Да, да, да. Вкусы смешивать. Клюкву вообще бы хорошо был. Вишня вяленая, да? А может быть, даже с соли крупной, знаешь, такой. О, да, точно. Туда накидать. Но это другая история, ребят. Это безумно вкусно, что здесь есть. По отдельности вместе еще вкуснее. Вместе еще лучше. Обязательно сделайте это, не пожалеете. Подпишитесь, поставьте лайк, сделайте репост, дернитесь за колокольчик. И самое главное, подпишитесь на инстаграм нашей замечательной, любимой Ольге. И Ниозе. Ес. После этого можно будет его нарезать, завернуть бумажку. Если все, что не съедите, да? Завернуть бантиком и в подарок. Первые 3-4 раза не будет ничего оставаться. Вы будете сами все съедать, это точно, абсолютно. Я вам гарантирую. А потом, может быть, да, и дадим. Спасибо, шеф. Спасибо. Пока. Пока.